шалом чем заключается призвание народа израиля в ответ очень простой не знаю живем увидим что с дурацкие шутки вы скажете нет я на полном серьезе более того я утверждаю что те кто считает что знает ответ на этот вопрос досконально на триста процентов с полной уверенностью на самом деле как я думаю вряд ли знают больше меня почему стандартные ответы на вопрос о призвании израиля такие израиль призван быть царством священников святым народом или народом святых людей там зависит перевода светом миру каналом божественной святости свидетелем окружающему его миру о боге и о божьих делах и все эти ответы по моему совершенно верны не имеют твердое основание священном писании так в чем же спрашивается дело почему нельзя вот просто ответить вот так дело в том что все эти ответы хотя они совершенно правильные они обладают одним серьезным недостатком они чересчур общее в каком смысле общее а вот в каком если вы спросите христианина в чем заключается призвание христианской церкви то он вам на этот вопрос даст совершенно те же самые ответы что призвание церкви заключается в том что быть народом божьим царством священников светом миру свидетелем окружающему миру о боге и его делах и так далее и это же христианин который так ответит он будет совершенно прав и в таком случае напрашивается следующий вопрос но если вы говорите в этом мессианские еврея мессианские евреи действительно утверждают что у израиля есть свое особо уникальное призвание в чем же уникальность призвания израиля если у любого человека верующего сегодня в иисуса христа в мессию израиля и шо из назарета он является частью сообщества частью церкви которая имеет абсолютно тоже призвание что и народ израиля в чем же эта уникальность ведь вы мессианские евреи утверждаете что она во христе не исчезает как не исчезает в нем половая идентичность то есть мужчины остаются во христе мужчинами женщины во христе остаются женщинами никто не меняет автоматически пол приняв веру в христа вот точно так же утверждаем мы мессианские евреи еврей остается евреем не еврей остается не евреем и у еврея остается его уникальное еврейское призвание в боге мы утверждаем что в мессии эта уникальность достигает полноты как как всякая уникальность вот но в чем же она заключается тогда в таком случае это уникальное призвание еврейского народа у церкви ответа на этот вопрос не было и нет ну по разным причинам назовем хотя бы то что церковь в принципе никогда не верила сохранение какой-то уникальной национальной идентичности то есть что обычно утверждается во христе нету не иудея не или то есть земной шарик вот он круглый как его ни крути с какой стороны на него не посмотри это все равно было есть и будет шарик до шар нету на нем никаких выделенных особых точек церковь верила и верит по большому счету в растворение национальности в ее исчезновение в стирании границ между разными народами она говорит нету больше ни иудея не или на ну а дальше есть два варианта первый это теперь мы все иудеи кто-то говорит духовные иудеи кто-то говорит что на самом деле мы все этнические евреи то есть все верующие вешу а на самом деле являются этническими евреями просто некоторые из этих из них еще не поняли тайны своего этнического происхождения еще им предстоит докопаться что они там из одного из тех самых десяти потерянных колен вот но есть второй вариант что теперь мы все христиане что это значит это не значит что мы теперь все люди без национальности национальность остается у человека но это значит что национальность теперь никакой роли в божьем плане не играет вообще то есть когда-то когда мир делился на евреев и неевреев она играла очень важную роль вот евреи были народ божий исключительно они евреи были народом божьим не евреи народом божьим не были Было очень четкое разграничение и разделение. А сейчас части народа Божьего могут быть как неевреи, так и евреи. И во Христе, в общем, со всем этим недоразумением национальным поконченным. Действительно, это недоразумение говорится нам, потому что, в конце концов, с чего оно все началось? Ну, конечно же, с Вавилонской башни, а не сотворения мира. То есть, не будь того греха, который там в Вавилоне учинили наши давние предки, то не было бы никаких и этнических различий, и разделений не было бы этнических между людьми. Но, слава тебе, Господи, Христос победил всякий грех, в том числе и этот, а также и всякое разделение. Аллилуйя, аминь. Вот так вот примерно рассуждают многие, если не большинство, наверное, большинство даже христиан. Что же на все это можно ответить? Ответить, я думаю, можно вот что. Безусловно, конечно, да, Христос победил и грех, и всякое разделение, производимое грехом. Но я хочу задать встречный вопрос. Победил ли Христос все различия между людьми? И вообще, тождественно ли различие и разделение? Всегда ли различие однозначно означает разделение? Можем ли мы быть в единстве с непохожими на себя с другими? Кто уничтожил национальные различия Христос или христианское богословие? Задаю я вот такие вот вопросы. В посланиях Павла есть сильный акцент на то, что гены никого не делают праведнее перед Богом. Что все люди, как евреи, так и неевреи, грешны и поэтому нуждаются в искуплении, то есть в искупителе. Павел подчеркивает, что Ишуа в совершенно равной мере спасает как тех, так и других. Что евреи сами по себе ничем не лучше язычников, и язычники сами по себе не хуже, чем евреи. То есть, что Бог нелицеприятен и важнее всего для Бога не гены, а праведная жизнь. Но, поскольку Павел теолог не кабинетный, он пишет не монографии, а письма, и стиль там у него очень часто резкий и полемичный. Он пишет не как педагог, он пишет как импульсивный, горячий еврейский раввин, который обращается к конкретной аудитории по конкретным вопросам. Ну и как человек восточный, он для большей убедительности очень часто прибегает к гиперболу, то есть к контрастным преувеличенным сравнениям. Поэтому, с одной стороны, он пишет обрезание ничто и необрезание ничто, то есть и то, и другое ноль, можно отсюда сделать вывод. Но все в соблюдении заповедей Божьих, он подчеркивает тем самым приоритетность праведного образа жизни, а не происхождение этнического, генетического. А с другой стороны, на вопрос о том, какая польза от обрезания, то есть какое преимущество у евреев, он отвечает великое преимущество во всех отношениях. То есть сам Павел, он не думает в черно-белых категориях. Он говорит не только о важном и неважном, но он также расставляет важные вещи в их приоритетном порядке. То есть важно не что-то одно, есть несколько важных вещей для Павла, есть что-то самое важное и есть что-то менее важное. И для него, безусловно, важнее всего, конечно же, сам Мессия и вера в него, в Мессию. И в сравнении с Мессией, все остальное, вещи совершенно другого порядка. Но это не значит, что Павел приравнивает еврейство к чему-то совершенно неактуальному, неважному или даже плохому, греховному. Как говорил основатель миссионерской организации «Евреи за Иисуса» Моше Розен, «Я никогда не обращался к Богу от своего еврейства, потому что быть евреем не грешно». И то же самое можно сказать о любом другом народе. Не грех быть ни украинцем, ни русским, ни казахом, ни немцем. И не нужно переставать им быть, если вы им родились или ей. В книге «Откровения» мы читаем о том, что в Новом Иерусалиме будут не только отдельные люди, но будут спасенные народы. А это слово там употребляется неоднократно. На экране вы можете увидеть стихи соответствующие. И точно так же во время Второго пришествия перед Сыном Человеческим соберутся не просто все люди. Он говорит, соберутся перед ним все народы, которых он разделит на овец и козлов. Я верю, что Ешу не упраздняет нашу национальную идентичность. Я верю, что он доводит ее до полноты в себе. И в нем мы можем стать теми, кем мы предназначены стать. Но возвращаясь к вопросу, в чем же тогда, если говорить о призвании народа Израиля, в чем же заключается это уникальное предназначение Израиля, которого он достигнет в Мессии. То есть не общее, которое есть у всех верующих, а именно это еврейское призвание. Я бы сказал, что это призвание, каюсь, я все-таки что-то о нем знаю, хотя не все. Я бы сказал, что оно состоит из двух частей. Первая часть известная мне и, я думаю, что нам всем. Вторая, мне кажется, еще неизвестная. Первая часть, я называю ее так. Первая часть это быть утробой и посадочной полосой для Мессии. Утробой, потому что Ешу родился от еврейской девушки и в еврейском народе. И также потому, что он вернется на землю, когда его собственный еврейский народ воскликнет Варуха Бабиша Мадунай. То есть благословен, приходящий во имя Господа. Также посадочная полоса. Можно использовать такой образ, чтобы пояснить призвание, уникальное призвание Израиля. Почему? Потому что когда он вернется, его ноги станут на горе Илеонской. На той самой горе, с которой он вознесся на небо из Иерусалима. Каждый народ найдет полноту своего призвания исключительно в Мессии. И в этом смысле все народы мессианские. Но Израиль, мессианский народ, еще и в этом особом, уникальном в этом смысле. Потому что именно через этот народ Мессия пришел в наш мир в первый раз. И через него же он вернется сюда. Через него же Мессия Иешуа придет к нам сюда во второй раз. То есть именно Израиль является совершенно уникальным проводником Царства Божьего на землю. Это первая часть особого призвания еврейского народа, как я ее понимаю. Вторая часть, я уже сказал с самого начала, нам пока неизвестна. И мы узнаем ее лишь когда Иешуа вернется. До тех пор мы все видим очень нечетко, гадательно, как пишет об этом Павел, как сквозь тусклое стекло. Конечно, Иешуа сказал своим 12 ученикам, что в будущем веке они будут судить 12 колен Израиля. И, конечно, также говорил о том, что верные его ученики будут вознаграждены в будущем веке управлением городами. Но что значит управлять городами? Это что, метафора или это буквальная истина? И вообще, сколько из того, что он говорил о будущем веке, это буквальная истина? Мне кажется, что очень многое, если не все, там метафоры. К чему я это говорю? К тому, что мы точно не знаем, что означают эти образы, такие как управление городами. Почему? Потому что мы не знаем, как будет выглядеть на самом деле наша планета после возвращения Иешуа. Нам известны, как мне кажется, лишь самые общие вещи, а деталей очень мало мы знаем. Между тем, именно в то время, когда он вернется, как я верю, Израиль, наряду с другими народами, я подчеркиваю, именно в то время он и войдет в следующую фазу своего призвания. И поэтому-то я и говорю, что на данный момент оно нам неизвестно. На это, конечно, можно возразить. Разве Библия не говорит о тысячелетнем царстве? Разве не указаны границы будущего Израиля еще в Танахе, от моря до Ефрата? Боже, в конце концов, должен исполнить все эти обетования. Поэтому в некоторых Библиях вы можете сзади, в конце книги Откровения, когда идут карты, увидеть, каким будет Израиль в тысячелетнем царстве. Вот это Бог пообещал Авраму отсюда и досюда, и с юга на север. Окей. Хорошо. Ну, точно так же в Библии ведь сказано еще, что все народы будут нам, евреям, служить. Пророк Исаия пишет о том, что они будут нашими пастухами, земледельцами и виноградарями. А мы будем, кто при этом? А мы будем священники Господа, да? То есть, мы сами руками работать не будем. Это будут делать русские и китайцы. А мы будем исключительно за них молиться, мы будем им проповедовать. И, конечно же, само собой, собирать с них десятиные пожертвования. Священники. Ну, и, разумеется, что делают с десятиными пожертвованиями? Ну, конвертируют их в Мерседесы, Лексусы, роскошные особняки и частные самолеты. Ну, вы, конечно, понимаете, да? Я иронизирую. На самом деле, я вовсе не уверен, что вот эти слова Исаии нужно буквально понимать вот так вот. Именно так. Тем более, что подталкивает нас к такому их истолкованию? Ну, конечно, не что иное, как наш эгоизм, от которого Ишо хочет нас освободить. Царствовать мы все хотим, это понятно. Однако у престолов, расположенных по правую и левую руку от Ишо, есть, как мы с вами знаем из Евангелия, очень высокая цена пить его чашу. Цена это не просто очень высокая цена, страшно, если вы прочитаете контекст этого высказывания. И Павел пишет в своем послании то же самое. Он говорит, что если мы с ним терпим, то с ним и царствовать будем в будущем. Очевидно, если терпим сейчас, то в будущем с ним будем царствовать. Тут есть железные условия, которые, конечно, мы не очень хотим принять. Особенно, как евреи, мы говорим, что мы уже натерпелись. Мы, евреи, терпели уже много, может быть, больше всех. Но я задаю встречный вопрос. Безусловно, это так. Однако, сколько мы страдали вместе с Ишуа и за веру в него? То есть так, как сейчас страдает масса христиан, например, гибнущих от рук Игила. Это сложный вопрос. Сколько страдали таким образом мы, евреи? Кто-то скажет, что вся наша история мессианская, в том числе и история последних двух тысяч лет, когда мы упорно его отвергали, что он был с нами в Освенциме, и что мы страдали там, если уж не за веру в него, то, по крайней мере, вместе с ним. Возможно, отчасти это так. Но боюсь, что лишь отчасти. Сегодня, когда у нас снова есть своя страна, мы, на мой взгляд, я, простите, что не повторяю эту присказку, на мой взгляд, после каждой фразы, но все, конечно, это очень субъективно. Понятно, что я не вещаю никаких истин в последней станции, не пытаюсь и не претендую на это. Но, на мой взгляд, сегодня, когда у нас есть снова своя страна, мы семимильными шагами, мы евреи, превращаемся в современный избалованный западный народец. Конечно, с местечковыми замашками, в них никуда не денешься, но, по сути, в западный народец. Ведь не просто так, в современном еврите слово «Америка» – это синоним рая, в который мы все стремимся. Мы потихоньку жиреем, мы радуемся лоукостам, благодаря которым можно задешево теперь слетать на заграницу, и мы радуемся курсу шекеля, благодаря которому в Восточной Европе мы вообще просто короли. Сейчас я тоже всему этому радуюсь, безусловно. Но я также четко понимаю, что мессианское царство еще не настало, мы еще не царствуем. Также понимаю, что как народ мы еще очень далеки от нашего распятого мессии, и что, как мессианские евреи, мы еще в самом начале нашего пути. А поэтому, мне кажется, рассуждать о нашем уникальном призвании долга и высокопарно сейчас, в нашем нынешнем духовном состоянии, по-моему, просто неприлично. Сегодня наше призвание очень простое и совершенно не уникальное. Брать свой крест, идти за Ишуа, и, простите, пожалуйста, за небогословскую терминологию, поменьше выпендриваться с собственным еврейством, потому что выпендрежь еще никого до добра не довел, и мы, евреи, из этого правила не исключение. Спасибо. Шалом. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова